Увеличивается, количество доли транзакций увеличивается. И здесь необходимый труд по проработке инфраструктуры именно для банков, чтобы они не отстали. В плане ангурские выводы на консервное обеспечение и переход на технологическое образование банков. Также мы понимаем, что как у нас все проходит электронно, мы практически видим здесь исчезновение флеша и полное телоопитал для него от нас. Также процесс роботизации тоже очень сильно влияет и управление процессами. Мы здесь видим, что в нем есть функция мошенничества, что возможно вставление агентов из каких-то платежей через роботизированные криптоструктуры. И это, в принципе, тоже угроза для нашего потещения. Также, собственно, процесс роботизации и появление искусственного телена могут привести к тому, что, как я отмечалась ранее, что большая часть людей будет не занята в работе. И этот вопрос, как бы, также у нас есть проект, который закрывает вопросы занятости людей и нахождения их в этом новом мире. В первой группе они называются как лишние люди. Мы просто как бы думаем уже, как эти люди будут устроены. Также, получается, что у нас искусственный интеллект становится субъектом экономической деятельности и в какой-то перспективе, там, в 35-м году, искусственный интеллект может быть, в принципе, взять на себя все функции по обеспечению финансовых операций полностью погрузить человека. Также мы могли бы здесь предположить, что этот искусственный интеллект помог бы обеспечить всю инфраструктуру, необходимую не только для финансовых операций, но и всю инфраструктуру жизненного центра человека. Это, например, искусственный интеллект вещей и взаимодействие между студентами в школе человека и, то есть, полностью обниметесь, где вы получаете. Увеличение количества данных тоже мы видим в финансовой сфере. Мы здесь видим, что, во-первых, большое количество персональных данных становится открытым, и эти персональные данные, то есть, как о транзакциях, о платежах, о личных данных человеках, тоже их количество увеличивается, ими в качестве защиты. Как же мы понимаем, что, в принципе, количество, то есть, технологии биоматурических данных, по-моему, это защищает наши какие-то финансовые операции, это дополнительная защита создается и даст возможность защищать эту финансовую операцию. И еще носимое увеличение количества, еще этот тренд, это увеличение количества персональных устройств, а, по сути дела, это приведет к тому, что у каждого человека будет свой личный банк, который носится с собой. И здесь мы видим устранение посредних, и обновление банкушек, как бы организация, которая обеспечивает по крайней мере финансовой сфере, человек сам будет способен выполнить все финансовые операции, и помощникам могут быть в этом храме личные финансовые помощники, основанные на разработку искусственного интеллекта. И также один из проектов у нас в начале это увеличение краудсорсинговых, то есть краудсорсинговых оборудований и B2B банкера. И сейчас у нас есть два, как бы, две инициативы, в том, что мы смотрим два проекта. Я прошу сначала начать, наверное, в том, что мы смотрим два проекта. Спасибо. Спасибо.